Ай-маркетинг тоже программный косяк, они там какого-то платежного модера напиливали, а мир... Очень может быть, очень может быть, как разработчик я могу сказать, что может быть такая фигня, что особенно когда платформенное решение, что может быть некий косяк, который потом придется долго разруливать. Поскольку огромное количество клиентов, одно дело, когда у тебя там 500 тысяч, 2 тысячи клиентов, другое дело, когда у тебя сотни тысяч клиентов... 5 миллионов. 5 миллионов клиентов. То есть ты не можешь просто вот так по щадочку пальцев сделать, чтобы все заработало. То есть там надо... То есть реально есть такой вариант, что они не обманывают ни те, ни другие, ни Амир, ни Ай, что действительно у них есть программные трудности, и они пытаются их каким-то образом восстановить. Очень может подтягиваться с их ресурсами, да. Но такие вопросы должны решаться довольно быстро. Представьте, как фирмальная биржа, там любая, в Лобе, Бинанс, полетела у них какая-то херня, платежный модуль или еще что-то. Это решится за час, мне кажется, там сразу подключатся, какие-то специалисты там все это делают. Если это сделано изначально нормально, а если это как в Амире говорится, что это было сделано там кривыми руками, и ты как-то начинаешь разбирать одно, оно же тянется потом за вторым, потом там тянется за третьим. Я по себе могу сказать, мы заказываем платформу, у нас есть подрядчики, которые делают, постоянно косячат. Постоянно косячат, то есть я постоянно с ними на связи, постоянно мы что-то делаем, что-то добавляем, хотя у нас там еще пока не огромное количество пользователей, у нас не огромная база данных, у нас простой маркетинг, но они и в этом умудряются где-то что-то напосячить, потом еще какое-то долгое время они начинают ловить парни, что-то там менять, что-то еще где-то. То есть это не так, что ты сразу раз и увидел ошибку, и еще найти ее надо где-то. Ты понимаешь, что что-то какая-то херня идет. А где, откуда, как и что, начинают залазить туда, разбираться, искать, тестировать, смотреть, потому что она же не то, что она система раз и упала, просто вот взяла и сломалась. Такая ошибка выдает в этой строчке кода, вот тяга-сяга. Нет, она где-то в каком-то месте неправильно работает, лобка неправильно. И очень может быть, что в больших программных системах эта ошибка, она из одной во вторую, потом в третью, потом в пятую, потом в десятую, и чертю знает, куда она там уходит, пока они вот эту всю скотчок не пройдут, они не могут, в принципе, запуститься и открыть ни вывода, ни чего, потому что могут просто тупо деньги потерять. И им проще так вместиться. Я сейчас вспоминаю, слушаю тебя, я-то в i-маркетинге практически там с самого начала, вот, и они реально тогда, когда они создавали кэшбэк-плаформу, это что, девятнадцатый год, они начинали вот, ну прям, из говна и палок. Они даже и предположить не могли, что они так, со временем, настолько мощно масштабируются. У них была гениальная идея стать прокладкой между агрегаторами, да, и магазинами, но не было ресурсов для того, чтобы делать сразу фейсбук, ну, чтобы сделать сразу капитально, понимаешь? То есть, и они вот писали в что-то левой пяткой где-то, искали вот людей и так далее. А получается, что создали это действительно настолько мощную, масштабную машину, да, они даже самые крупные на рынке сейчас, я не знаю никого крупнее, чем они, они капитализируются больше, чем у Амер Критон. То есть, а то, что было написано, можно никогда не останавливаться. То есть, оно уже работало, уже просто дописывали дальше, сверху того, что уже есть. — Это как по фундаменту дома, допустим, ты его заложил в хирург, ты уже стены поставил, что все стены, а фундамент... — Я пока мысль не потерял. Если они не могут проиграть, получается, смотри, если они... — То есть, у них глобальная масштабная машина, да, у них офигенная бизнес-модель, сама модель бизнеса. Это очень удачная идея. Вот. Есть старые косяки, то есть, когда платформа создавалась, да, не было таких ресурсов, чтобы делать это настолько профессионально и фундаментально, да. И сейчас задним числом они пытаются переписывать старые косяки, имея уже финансовые ресурсы, да, имея какое-то влияние на рынке, но эти же косяки дешевые, их же надо переделать в хорошие, дорогие, качественные. И это как вот собранная такая из этих доминошек такое, да, большое государство, а нижние доминошки надо поменять на более крепкие. — Угу. — То есть, у них какие варианты, да, и они же вообще не церемонятся, им прямо наклевать на свою бутылку. То есть, они говорят, ну, давайте еще месяц, короче, у нас там кто-то заболел коронавирусом, допустим, ну, что-то там не срослось, все, им вообще пофиг. То есть, теоретически, они могут вообще закрыть, остановить работу, что-то там переделать капитально и уже перезапустить, допустим, но они всяко не уйдут с рынка. Вот я только сейчас прикину это будет. — Ну, вполне возможно, что если им надо... Они, может быть, просто говорят о том, что корона, что он ключевой по программистам, еще чего-то, а по факту они просто, может быть, перекраивают вообще всю структуру, переделывают, и это, ну, это не делается за месяц, и за два, и даже за полгода. То есть, если такую машину переделывать, то есть, мы брали, допустим, готовое решение, натягивали на нашу, вот, на нашей хотелке три месяца. А это было готовое решение, которое просто надо было из больших блоков собрать в одно единое целое. А если у них этот блок с косяком, этот с косяком, этот с косяком, этот с косяком, этот надо переделать, этот переделать, это никак не месяц, не два и даже не полгода. То есть, это реально может быть долгий срок, если они нашли действительно большие косяки, которые тянулись давно-давно. А если они, действительно, начинали с одной палок, с другими программистами, то вполне вероятно, что это старые истории, которые старые подачки повылазили, когда они на масштаб начали переходить, на новую платежку, да, это же свое, это же вообще капец. Очень даже может быть, что им просто пришлось переделывать столько, сколько они не рассчитывали. И им проще, действительно, сейчас остановить все нахрен, покормить всех завтраками, переделать по-нормальному и уже потом по-нормальному перезапуститься. Они понимают, что они потеряют аудиторию, потеряют кэш какой-то, еще чего-то, но это будет дешевле, чем сейчас с багами каким-то образом костыли какие-то крепить. Возможно. На последнем брифинге вчера один из французов задал вопрос, а чего вы вообще не выдернете все из розетки, у нас валюты? У вас там денег просто, там рот невыгодный. Он говорит, в смысле, у нас 4 миллиона пользователей уникальные. То есть это дороже, чем те деньги, которые у них сейчас есть? Ну, опять же, да. То есть количество пользователей – это гораздо больше, чем те доллары, которые у них есть. Потому что длинная история. Сейчас война идет за пользователей, за количество участников, за внимание людей. То есть ты в эти 4 миллиона, ты представляешь, что ты можешь напродавать в эти 4 миллиона? То чего угодно? Ну, Риклин так ему и сказал, ну, то есть ничего, идиоты, что ли. Ну, то есть это настолько создана огромная машина, да, и она наша. Это наша собственность. Чтобы взять ее, ну, как бы, да, разрушить и уйти с рынка, забрать то, что есть сегодня там в кармане. Ну, короче, и они еще написали, что хотят на свои агрегатры делать. А я, кстати, отошел немножко от темы эфира, да, но дело в том, что у ребят, у наших зрителей, да, у наших слушателей, да, тема больная. Я сегодня закрыл группу АИ, ну, потому что там реально уже суицид пошел, короче. Вот. Людей кормят давно с завтраками. Причем платформа делает это практически без угрызения совести. То есть они вообще не парятся, не изменяются, не чувствуют себя как-то, ну, там за собой, да, еще что-то. То есть они, для них это нормально. Они говорят, ну, вот у нас там что-то недоделывается. Чего вы? Ну, ждите. Как бы не парятся. Вот. И люди сильно негодуют. И поэтому я хотел с тобой посоветоваться, потому что ты давно в рынке, да, и ты знаешь всю кухню внутри. То есть ты сам создаешь компанию, ты сам пишешь все эти коды, вот это очень было интересно. Так, ладно, все, АИ закончили. Вот. Сейчас ты, как ты знаешь, я тоже сильно расстроился. Сейчас вчера поступишь, и ты думаешь, доехал. А ты сейчас с меня в семью маленькая надежда, да, и у меня вот реально закралась такая блеск, что они не уйдут с рынка. То есть они, ну, мне кажется, они не идиоты. Просто взять и разрушить такую огромную машину, да, и украсть то, что есть сегодня, зачем, если завтра принесут больше. Это было бы нелогично абсолютно. Ну да, согласен. Короче, ладно, ПАИ пока еще не буду переживать. Подождем, там, что, 20 марта? А ты, кстати, вкладывался на твои мать? ПАИ нет. Не успел, как говорится. А вот такой игрок зашел, он тоже так же сидит и ждет. Ну, Юра зато нет в Амире, а есть в Амире. А вот, кстати, Алексей пишет, да, что они хотят своего агрегатора делать. Прикинь, с кем нужно пилить своего агрегатора. Четыре пользователя прекрасно вообще... Они мгновенно стартанут, сразу же. Не надо будет набирать аудиторию, оно уже есть. Магазины есть, они действуют. Пользователи есть, а агрегатор чужой. И они все время зависимы от агрегатора. Агрегатор то одно, то второе нас укрепляет, то аккаунт заблокирует, то предоставьте какие-нибудь, то там еще что-нибудь, короче. А прикинь, если они своего агрегатора пишут, то они вообще не от того независимы. У них будет своя платежная система, свой агрегатор, своя... Пользовательская база самое главное. Бля, а что это может быть мощно? Это может быть мощно. Ладно, будем наблюдать, пока не это самое. Сереж, очень...